Проводник по городу Кристина Сегодня я в Биске опаздываю на юбилейный концерт, поэтому прямо сейчас мы отправляемся сразу за сцену, ведь там полным ходом идет подготовка к началу концерта. Тамара Олеговна, здравствуйте, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, здравствуйте. У нас сегодня гости. Мы можем так похлопать. В честь нашего юбилея. Я свой первый номер поставила в седьмом классе, это было в пионерском лагере. Потом в девятом классе я поставила номер для выпускников десятого класса, прощальный вальс бы. Я всю жизнь мечтала танцевать. У меня в данный момент нет специального образования, у меня педагогическое образование, но танцевать и работать с детьми мечтала всю жизнь. Поэтому я в школе создала ансамбль, потом мы с этим ансамблем перешли в центр детского творчества номер три, а потом в девяносто седьмом году нас пригласили работать на лучшей площадке города, городской дворец культуры. Тогда он был дворец Бийского химического комбината. Вот так началась наша история. Сегодня хореографический ансамбль «Узоры» пришли поздравить коллеги. Ранвейн, шоу «Элита». Дорогие мои «Узоры», самые заслуженные, самые клевые, вот я вам говорила, что я разревусь. Мы пришли вас поздравить сегодня с большой круглой датой. Вязка голову вскружила, девчонок и ребят. Мы поздравляем с юбилеем. Спасибо! Спасибо! Удачи, ребят! Сегодня здесь за сценой очень атмосферно. Шары, цветы и самое главное – хорошее настроение. До концерта осталось совсем немного, буквально 15 минут, поэтому некоторые участники уже активно готовятся и разминаются. Лиза, привет! Здравствуйте! Я смотрю, ты уже прям так настроена, уже в наряде, но тем не менее разминка прежде всего. Да, конечно, готовимся. Мне нравится творчество, мне нравится работа Тамары Олеговны. Это всегда что-то новое, она всегда чем-то удивляет зрителей. Расскажи, как ты попала в коллектив «Узоры». Моя тетя занималась здесь очень давно, была первым, когда Тамара Олеговна только начинала свое творчество, и меня привели сюда мама. Ты бы сама смогла сюда прийти? Или как считаешь, или больше мама тебе подсказала, что доча нужно идти в танцы? Или у тебя какая-то тяга была к этому виду искусства? Я сама хотела пойти на танцы, именно в «Узоры». Мне предлагали другие коллективы, но я сказала нет, я хочу именно там, где танцевала тетя. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, где мы с вами сейчас сидим? Я как понимаю, эти декорации приготовлены для концерта. Да, это декорации для пролога. У нас пролог будет сказочный. Фольклорные герои, герои русского фольклора, будут собираться и отправляться на юбилей ансамбля народного танца «Узоры». Ну ведь не секрет, знают все, что Тамара Олеговна Юрьева, кроме того, что она великолепный хореограф, чудесный руководитель такого мощного коллектива, она еще очень хороший сценарист. Она пишет прекрасные сценарии, которые я с удовольствием ставлю. Мы всегда становимся лауреатами краевых всех и российских фестивалей. И она чудесная актриса. Мы с мужем занимаемся сами народным творчеством. Поскольку мы родили ребеночка поздно, в 45 я родила, а куда нам его девать? Везде с собой. Мы поем песни, а он сидит или лежит на стульчиках, спит. Ну а потом Валентин Васильев наш руководитель говорит, Людмила, ну что ж ты его тут держишь? Ты веди его в народный план-то. У нас хороший коллектив «Узоры», Тамара Олеговна руководитель. Ну вот так вот мы и попали. Пришли, Тамара Олеговна говорит, ну как, сейчас посмотрим. Ручки, ножки, как работают, как гнется, как у него все работает. Все нормально. Взяли. И вот мы уже 11 лет ходим. Нынче выпускаемся. Девчонки, еще раз привет. Первый звонок уже прозвучал. Вообще, как настроение, как настроено концерт? Боевое. Кто-то волнуется или все прям рутся? Вот смотрите, столько лет вы ходите на сцену. Кто-то, правда, маленький, первые шаги делает, а кто-то уже выпускается. Почему волнение, оно вас не отпускает? Потому что хотим сделать все на высшем уровне, и надо для этого стараться. И может что-то пойти не по плану, но мы постараемся этого избежать. Танцуем? Танцуем! Танцаем! Здравствуйте! Расскажите вы свою историю, как ваш ребенок попал в коллектив «Узоры». Моя дочь пришла в коллектив самостоятельно в 11 лет, то есть в пятом классе. Ее привели подружки-одноклассницы сюда. То есть она пришла сюда осознанно, я ее за руку не приводила. После первого занятия ей все очень понравилось. Понравились и сами руководители Тамара Олеговна, Альбильевна, Юрьевна. И знаете, я очень благодарна им за то, что моя дочь в течение вот этих пяти лет, которые она провела в этом коллективе, помогли развиться творчески моему ребенку за возможность узнать что-то новое, увидеть что-то новое. И вот я очень благодарна этим руководителям этого коллектива. Ребята, еще раз привет. Я смотрю, вы чисто мужским коллективом объединились. Что обсуждаете, если не секрет? Как выходить правильно. Танцы, движения. Обсуждаем, как правильно открывать руки через первую позицию. Ну я, конечно, не совсем поняла, о чем идет речь, но так, немножко. А вообще, как сегодня настроение у вас? Хорошее настроение, готовы выступать. Как ты давно занимаешься в коллективе? Я занимаюсь пять лет. За это время мы с ребятами, с руководителями уже сроднились, и все очень здорово у нас. А как ты сюда попал, в этот коллектив? У меня занималась сестра, тоже выпускница здесь, но она занималась 12 лет, и родители как-то с Тамарой Олеговной контактировали, и вот пришел я сюда. А ты как считаешь, танцы – это мужское занятие или все-таки больше для девчонок подходит? Это мнение, сложившееся в обществе, неправильно абсолютно, потому что нагрузка здесь не меньше, даже больше каких-то видов занятий, поэтому нет, это неправда, неправильно. В сердце любовь сохрани, а птицам удачи, а в детстве уйти. Что ты можешь сказать своему руководителю? Ты выпускник, какие добрые слова можешь пожелать? Тамара Олеговна, мы вас очень сильно любим, счастья, самое главное – здоровья и всего самого наилучшего. Ольга, скажите, пожалуйста, как считаете, у нас в Биске вообще у детей возможность есть творчеством заниматься? Ну, я хочу сказать, что вот участие в коллективе, например, моя дочь, дало возможность развить свой творческий потенциал, дало возможность заниматься любимым делом. Они покорили площадки не только в городе Биске и Барнауле, но и в Екатеринбурге, в Казани, везде получали призовые места. Я считаю, что обязательно заниматься творчеством нужно. Это вообще развитие и моральное, и физическое, ну и возможность поездить по городам, так сказать, и показать себя, проявить себя каким-то образом. Когда ребенка привели в коллектив, задумывались вообще, куда его отдать? Ведь у нас в городе очень много разных коллективов, и песни, и танцы, и всевозможные. Да, мы сначала изучили, какие коллективы здесь более такие перспективные, более интересные, но остановились на узорах, слышали о них, что это интересный, хороший коллектив, что они везде ездят. Тамара Олеговна как педагог, понравилось нам то, как она относится к детям. Поэтому остановились на узорах, не пожалели в своем выборе. Тамара Олеговна действительно ей благодарит за то, что она воспитала приятных таких молодых, талантливых людей. Сегодня я в Бийске получила порцию позитива, побывав на таком красочном мероприятии, и поняла одну очень главную вещь. Каждый ребенок талантлив по-своему. Главное было бы желание проявить этот самый талант. Ну а родители должны всячески способствовать этому. На сегодня наша программа заканчивается, и я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе.